Приветствую вас! Мне кажется, что то, что вы описываете, можно назвать производным от употребления вами наркотиков, как я понял. Во-первых, о депрессии. Хотел бы сказать для начала, что депрессивное состояние и депрессия, вообще говоря, сильно различаются. Дело в том, что депрессия является психическим заболеванием, а депрессивное состояние является просто определенным психоэмоциональным напряжением в жизни человека. И вопрос, который, собственно говоря, мне бы хотелось вам задать, заключается в следующем. Почему вы начали употреблять наркотик? Что в вашей жизни было такого, что вы решили воспользоваться наркотиком? От чего он должен был вас уберечь, спасти, помочь вам и так далее? Вот, пожалуй, на этот вопрос, я и думаю, вам можно ответить. Потому что это вас. Потому что, на самом деле, то, что заставляет, заставило вас употреблять его. Изначально мешало вам, тебе мешало вам, просто вы, возможно, этого не понимали и не отдавались себе в этом отсчет. Мешало вам жить. Это могут быть определенные проблемы, определенные конфликты, определенные ситуации и так далее. Но с этим, еще раз повторю, нужно разбираться. Еще раз повторю, что вам необходимо, вам нужно понять, что заставило вас использовать наркотик. И вот с этого, собственно, и начинать разбираться наши проблемы. Если вы, как говорите, если вы, как следует из вашего сообщения, человек достаточно стойкий, человек достаточно волевой и так далее, то совершенно очевидно, что, несмотря на это, у вас есть определенные проблемы. И вот нужно понять, что это за проблема. Нужно понять, в каком моменте, в каком моменте вы себя потеряли, условно говоря. И вот когда будет понятно, понятно, вот тогда и можно будет с вами разговаривать. Тогда можно будет с вами, собственно говоря, вести диалог именно на тему того, почему и как получилось что-то подобным образом. То есть, что заставило вас начать наркотик употреблять? И как вы к этому пришли? Вот с этим и нужно работать. Я надеюсь, вы поняли мою мысль, уловили мою мысль и, собственно говоря, будете ей следовать. Поймите, опускать руки не стоит. Всегда успеете. Поймите, вы всегда успеете пристать что-либо делать. Вы всегда успеете поменять свое решение. Но вы ничего не теряете сейчас. Абсолютно ничего не теряете, если попробуете разобраться в тех проблемах, которые привели вас, которые привели вас к тому, что вы сейчас имеете. И главное, что не нужно винить кого-то, врача, жену, работодателя. Они лишь реакция на те действия, на те поступки, на то поведение, которое продвигали вы. Вам нужно самому нести ответственность за свою жизнь и за свои поступки. И когда и если вы возьмете полностью ответственность за себя, многие проблемы моментально, моментально окажутся куда более решаемы, чем они, кажется, вам сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok